Мы показываем мир вашими глазами. События, происшествия и курьё, за очевидцами которых стали вы. Всё, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас в рубрике «Мобильный репортер» на телеканале «Татарстан-24». С вами Артём Захаров. Здравствуйте. Житель Казани утверждает, что встретил на улице эксгибициониста. Вот эту фотографию он выложил в сеть. По его словам, провожая подругу вечером в сквере на остановке Гагарина, он заметил, что за ними следует некий мужчина. Сначала он преследовал парочку, а после стал оголять перед ними части тела. При этом, вновь по словам Казанца, камеры-эксгибиционист не боялся и на вопросы, зачем ты раздеваешься перед посторонними, не реагировал. Между тем, пользователи «Всемирной паутины» принялись осуждать молодого человека за то, что он фотографировал любителя посверкать перед прохожими частями тела. Они считают, что надо было оставить бедолагу в покое. Однако, замечу, что если молодой человек прав и мужчина бед штанов – эксгибиционист, то он может не на шутку напугать одиноко прогуливающихся женщин и тем более детей. И лучше, если о таких людях будут знать в правоохранительных органах. В Казани на улице загорелся автобус. Видео горящей машины очевидцы выкладывали в сеть. На записи видно, что водители-кондуктор не растерялись и стали пытаться потушить пламя. Позже на место приехали спасатели, никто не пострадал. Отмечу лишь тот факт, что в очередной раз казанцы при виде ЧП сразу хватаются за телефон и снимают инцидент. Помочь тушить пожар никто не попытался. Также добавлю, что не остановился и ни один автомобиль. А ведь в каждом, по правилам, должен быть огнетушитель. И в этом случае лишним бы он не был. На прошлой неделе многие магазины объявили о невероятных акциях в честь Черной пятницы. Традиционно скидки были обещаны баснословные. Хоть на деле все оказалось не совсем так. Вот один из примеров. Цена до и во время так называемой Черной пятницы. Но такими невероятными скидками русского человека уже не удивишь. Однако в этом году татарстанцев удивили сами покупатели. В Казани они в буквальном смысле штурмовали один из магазинов, обещавший в этот день хорошие скидки. При этом из-за давки некоторые получили травмы. Возле магазина сломали перила, а охране, по словам автора снимков, пришлось применить газовые баллончики и вызвать полицию. Стоили ли товары и скидки на них, такого экшена нам неизвестно. Чаще всего в объектив видеорегистраторов попадают дорожно-транспортные происшествия. Однако порой подобные устройства снимают просто позитивных прохожих, которые заставляют улыбнуться каждого. Вот один из них. Что именно стало причиной, мягко говоря, приподнятого настроения мужчины, нам неизвестно. Может он получил долгожданное повышение, а может полностью закрыл ипотеку или наконец-то развелся. А может быть он как раз в этом случае и идет в ЗАГС с заявлением. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». Адрес сейчас вы видите на экране. С вами был Артем Захаров. До встречи. Продолжение следует...